Друзья, я вас приветствую в седьмой части всего обучающего видеокурса по ирзианскому языку. Спасибо тем, кто меня до сих пор смотрит, спасибо тем, кто просто проботал. Возможно, вам нужна была какая-то информация здесь. И я вас хочу еще раз призвать к тому, что если вам нравится этот обучающий видеокурс, вы можете присылать мне какую-нибудь благодарность за него. Если вы хотите, конечно, я не могу вас приводить к этому, но эти деньги пойдут на другие финноморские проекты, потому что это далеко не единственный проект, который я веду. И кроме того, этот обучающий курс делается очень много времени, несколько месяцев. И, собственно, ссылки на Patreon будут внизу в описании и на криптовалюширек также. Итак, для начала давайте рассмотрим такую тему, которую я решил назвать «Слова, связанные с говорением». Дело в том, что эти слова, они очень похожи. И многие люди, которые начинают изучать ирзианский, они их постоянно путают, вставляют куда надо, куда не надо. И давайте я все-таки вам немножко объясню, в чем разница между этими словами. Итак, для начала давайте рассмотрим просто перевод этих слов. Cortans – говорить, разговаривать, обговорить. Yo-tans – сказать, сообщить. И мерюсь – сказать. И второе значение – разрешить, приказать, поручить. Но, как бы, пользы от этого действительно не очень много. И я думаю, необходимо здесь рассмотреть примеры, потому что, ну, как бы, как нейросети обычно учат, что, типа, нужно дать какие-то примеры употребления. Также давайте и здесь поступим. Значит, где можно употреблять слово Cortans? Значит, Cortans – это, в принципе, говорили, запустим. Mon Cortan Elziax. Я говорю по-эльзиански. Вот. И второе употребление – это, если ты с кем-то разговариваешь. Допустим, Mon Cortan Martonzo. Я разговариваю с ним. Со словом меримся немножко по-другому. Значит, меримся – это относится, например, к тому, что мы можем сказать какое-то слово, допустим, или выражение. Кода меримся Elziax – Xero, допустим. Как сказать по-эльзиански, там, Xero, допустим. Что означает вот этот суффикс X – мы с вами рассмотрим. Уже гораздо позже. Это падеж. И те, кто знает финский, как бы уже догадываются, о чем идет речь. Но об этом будет сказано все равно позже. Второе употребление – это как раз-таки разрешить приказать. В частности, в Борисианском языке есть такая вот очень употребительная все-таки форма. Давайте вы ее все-таки запомните. Meri vi aras merim sistia. Можно ли сказать так? То есть, видите, у нас слово merims – этот корень объявляется дважды. Здесь и здесь. Что касается слова youtams. Значит, оно означает, в первую очередь, сообщить. То есть, что оно означает? Eri vi youtams tede. Об этом надо сообщить. Дальше. Второе употребление. Оно, в принципе, на самом деле переводится, то есть, та же – сказать. Вот оно – сказать. И вот оно – сказать. Но разница есть. То есть, если нам нужно сказать, например, свое мнение о чем-то, то есть, видите, оно как бы более уже длинное. Это не просто там произнести, типа, как сказать, в духе там, как сказать это выражение. Нет. Здесь именно выразить свое мнение, допустим. То есть, тогда мы употребляем 7 qvalma – mezi youtam. Что скажешь об этом? И здесь мы видим тот самый после его qvalma, который означает о чем-либо, который мы рассматривали до этого. То есть, mezi youtam мы здесь видим. Скажешь. Скажешь. То есть, это именно обозначает выразить мнение. Как сказать в куэрзиански «рассказать» об этом будет уже гораздо позже рассказано. Итак, друзья, смотрим дальше. У нас есть такое слово. Вал. Оно означает, собственно, слово. Вот. И от этого слова образуются, соответственно, такие слова, как «валмереокс». Это означает «поговорка». Мы видим здесь вот этот корень «меря». Это как раз и есть вот самый «меремся». Но вот этот суткикс мы, опять же, его рассмотрим гораздо позже. И также «валрисме» означает «пригложение». Слово «рисме» означает «цепь». Мы видим. То есть, цепь, которая вот так вот скрепляет. Вот. Дальше. У нас есть слово «куля». Оно означает «весть или новость». И есть также такое слово, как «келя». Значит, что такое «келя». «Келя» — это такое слово, которое обозначает, допустим, его ставят перед тем, как выразить чью-то мысль. Допустим, кто-то нам что-то сказал, и говорим. Вот он сказал так-то. Типа «мол». То есть, в русский перевод это «мол». Соответственно, давайте отходим пример. «Сонарси келя масторнок». Извиняюсь. «Масторонок текришка». Ну, «масторок» тоже можно сказать. Это диалектная форма. Но давайте тоже будем так. «Сонарси келя мастородок текришка». Он думает, что наша страна маленькая. И вы видите здесь, что это «келя». Ну, на русский язык его переводят как «что». Но это «келя» используется исключительно для передачи чьей-то мысли. То есть, если у нас, например, вот этот «союз что», он будет снять какие-то другие части предложения. Например, тут будет какая-то часть, которая не выражает его мнение. Оно так не переведется. Сразу говорю. Поэтому давайте теперь рассмотрим еще некоторые слова, которые связаны так или иначе с некоторыми этих слов. Допустим, слово «почтямс». Оно означает «сообщить с помощью средств связи». Так, например, это могут быть новости. То есть, сон «почти куля». «Почти» означает «сообщать новости». Но это означает именно отдаленно, типа, с помощью дальних средств связи. Допустим, телефон, интернет и так далее. Мы говорим «почти». Вот. Далее есть еще одно слово. «Я воль наутомс». Оно означает «заявить». В частности, например, есть такая песня о Гарри Керри Пингензе. И там как бы говорится о том, что будет свадьба. И вот человек Гарри, он как раз таки заявляет о том, всем своим родственникам, друзьям, о том, что будет свадьба. И там, соответственно, «я у ля у тази буевай», «я у ля у тази раскивай» и так далее. Вот так вот это выглядит. Ну и последнее слово, которое мы рассловим в этом списке, это слово «пшкадис». Оно означает «обратиться». То есть, допустим, «мон пшкадин тензе». Значит, я к нему обращаюсь. Причем это слово, оно употребляет именно с дательным путежом. То есть, «пшкадин тензе». Не там «сондзе», «вакс» или там еще как-то. А именно «тензе». Вот так. Итак, друзья, теперь главное блюдо нашего урока. Это так называемый «исходный падеж». Или просто «э латиф». По-ярзиански, это, соответственно, называется «лись и манеути». И он отвечает на вопросы. «Кистэ» – из кого? «Мейстэ» – из чего? И «косто» – откуда? И давайте теперь рассмотрим парадигму. Значит, если у нас слово в единственном числе, и оно, например, неопределенное, то у нас добавляется суффикс «сто» или «сте». Те, кто интересуется финским, знают, что там то же самое. И на самом деле генезис этого суффикса, он совершенно одинаковый. Что в финском, что в ирзиансском. Далее. Если у нас слово определенное, то опять же в единственном числе у нас получается «стоньть» или «стеньть». То есть это у нас известный объект. Если у нас определенное множественное число, то у нас получается «тнеста» или «тнеста». Неопределенное множественное число вы его не встретите. Итак, давайте смотреть. Примеры. «Сон лись кудо сто» – «он вышел из дома». Какого-то дома нам неизвестно. Ну, просто, допустим, он вышел из дома. Вот. Дальше. «Сон лись кудо стоть» – «он вышел из дома». Дом нам уже известен. И дальше. «Сын лись кудо днестэ» – «они вышли из домов». То есть домов уже много, и вот у нас такой суффикс получается. Надо сказать, что этот падеж также можно заменить на «после лог». «Эйстэ». Соответственно, «кудо стоть» – это то же самое, что «кудунть» – «эйстэ». Обратите внимание, здесь у нас падеж родительной винительной. Вот. И, как и многие другие «после логи», его можно восполнять по лицам. Например. «Эйстэй» означает «из меня». «Эйстэть» – «из тебя». «Эйстэнзэ» – «из него». «Эйстэнник» – «из нас». «Эйстэнг» – «из вас». И «Эйстэст» – «из них». Ну и давайте дальше рассмотрим примеры. «Эйстэнзэйтэйтья» – «из него делают суп». И, соответственно, «Эйстэть мури валу» – «из тебя исходит свет». «Валу» – это свет, мы это слово еще изучим в будущем. Теперь, чем же интересен, собственно, исходный падеж? Тем, что он очень часто используется для создания наречий. Давайте рассмотрим несколько примеров. У нас есть слово «вил» означает «сильный». Так вот, если мы к нему добавим вот этот вот суффикс, у нас получится слово «вилстэй» – «сильно». «Сильный» – это прилагательное, и «сильно» – это наречие. Ну, давайте рассмотрим пример. «Вармость пояс вилстэй». «Ветер, дух, сильно». «Пуамс» – это означает «дуть». Мы здесь видим как раз это слово «вилстэй». «Вилстэй» – «сильно». Далее. Слово «виде» означает «правда». Из ответа, слово «видистэй» означает «правильно». Ну, и давайте рассмотрим тот же пример. «Тон видистэй тея». «Ты правильно делаешь». Ну, и последний пример, который мы рассмотрим, это слово «вейкить». Оно означает «одинаковый». А «одинаково» будет звучать как «вейкитьстэй». «Вейкитьстэй». Ну, и давайте рассмотрим пример. «Минь вейкитьстэй арсетяну». Мы думаем одинаково. Дальше. Очень важный момент. Пожалуйста, обратите на него особенное внимание. Если вам надо сказать, где ты это взял, вы не говорите «косу» – «саик тень». Вы говорите «косто» – «саик тень». То есть, откуда ты это взял? Ни «где» по-юрзянски, а «откуда». То же самое. «Косто Рами Ксей». Ты где это купил? Ни «где» не «косу Рами Ксей», а «косто». То есть, дословно, «откуда ты это купил?». Запомните, это очень-очень важный момент. Даже вот по доске постучу, чтобы вы запомнили. Итак, друзья, сейчас мы с вами изучим еще одно место, где элатиф очень часто используется. Это наречие времени. Давайте смотреть. У нас есть вопрос «когда». По-юрзянски он будет звучать как «зярдо». Обратите внимание, есть еще вопрос «зярдо» – это сколько? Вот. «Он» – это другой вопрос. Пожалуйста, их не путайте. «Зярдо» – это сколько, а «зярдо» – это когда? Так вот, давайте ответим же на этот вопрос. «Ней» – сейчас. Это является когда-то, к слову, «нюд» в эсфотском языке и «нюд» в финском языке. Далее. «Нейке» – сейчас же или немедленно. «Те шкасту» – в этот момент. «Се шкастунь» – в тот момент. «Те кешканью» – в это же самое время. «Се кешканью» – в то же самое время. Дальше. Два слова. «Танго» – это опять. «Отол» – снова. На самом деле, вот это слово гораздо более употребительное, чем вот это. Далее. «Мейке» – это у нас означает «после». «Те кешканью» – сегодня. «Исяк» – вчера. «Ванде» – завтра. И дальше начинаем. «Исень де икелье» – позавчера. Откуда же пошло слово «исень»? Ведь у нас же есть «исяк», а здесь «исень». Дело в том, что «исень» на арзянском означает «вчерашний». Соответственно, «исень де икелье» – это означает «до вчерашнего». Но, например, «послезавтра» у нас так и будет. «Ванде де мейле». «Ванде» – от слова «ванды» – «ванде де мейле». То есть «после» – вот оно «после» и «завтра». Ну и, соответственно, дальше у нас «мелет» – это означает в прошлом году. Далее, какие еще есть выражения? «Суал» означает «всегда». Также используется слово «пачк». Но на самом деле слово «пачк» имеет немножко другое значение, но мы его рассмотрим позже. «Сейте» – часто. «Лиасту» – или «шкасту», или «шканьшкань» означает «иногда». Я, конечно, сейчас использую «лиасту». Далее, «чурусто» – редко. «Чуру» – это «редкий», чтобы было понятно. «Зярбуряк» – это «никогда». Вот этот вот суффикс мы его с вами изучим. Там также есть «мезияк» – это «что-нибудь» или «ничто» и так далее. Значит, «курук» – это означает «скоро». «Сески» или «сеск» – это означает «тут же и сразу». Значит, в чем разница между вот этим вот «неки» и «сески»? «Неки» означает «именно сейчас», то есть «сейчас же». То есть это именно упор на то, что он сейчас делается. А «сески» – это значит «тут же». Допустим, он шел по улице, увидел облако и тут же начался дождь. То есть здесь у нас нет этого «неки». «Неки». То есть «сейчас» нет этого. Тогда было, то есть «тогда, но сразу». Вот. Дальше. «Апакучу» – внезапно. «Апака» – это та же частица. Мы ее будем рассматривать также в следующих уроках. «Умук» означает «давно». И «Ухоть» – «недавно» или «на днях». То есть это именно «на днях». Если надо сказать «недавно», то есть не то, что «на днях», как «месяц назад», «недавно», тогда мы говорим о «Улюмук». Далее. Теперь самая интересная часть. Я ее засунул зачем-то в самый низ, но лучше место я для этого не придумал. Допустим, как сказать, 1 марта. Для этого как раз-таки мы используем тот самый элатив. У нас получается, соответственно, «эйзюрковань», «васенти», «чистэнть». То есть, видим, «эйзюрков» – это «март», «васенти» – это «первого», «чистэнть». Вот мы видим здесь «стэнть» – это как раз-таки есть этот элатив, «первого марта». Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим послелоги, которые используют исходный падеж. И начнем мы с такого послелога, как «лангстоп» – с поверхности чего-либо. Ну вот у нас есть какая-то поверхность, и мы с нее что-то берем. Ну, либо что-то уходит с этой поверхности, неважно. Ну и давайте рассмотрим пример. «Сайсов маленький органит лангстоп» – «я беру яблоко со стола». Что здесь приковывает свое внимание? Значит, у нас несколько винительных родительных падежей стоят в ряд. Пускай это вас не смущает. Почему? «Умарь» у нас является объектом, поэтому здесь это винительный падеж. То есть, «мон сайса» – «умарить». Я, как субъект, беру яблоко. Оно является объектом, поэтому здесь это винительный падеж. А «моргань» – оно находится в родительном падеже, относительно «лангстоп». То есть, «моргань» – «ланга» – это как бы поверхность стола. И, соответственно, «моргань» – «лангстоп» означает «с поверхности стола». Дальше слово «ваксто» означает «от чего-либо». То есть, вот у нас объект, и мы от него отдаляем что-либо. И давайте просмотрим пример. «Кудунть ваксто туян» – «я отхожу от дома». Опять же, он требует к себе родительного падежа. Ну и следующий послуг – это «великсте» или его аналог, по сути, синоним «верьте». Это означает «сверху» вот чего-либо. Ну вот, у нас что-либо, и мы его снимаем. Можем вниз снять, можем куда-то в сторону снять. Но факт в том, что вот у нас это отношение сверху, и мы от него как бы отдаляем. Но давайте рассмотрим пример. «Солнца изи ямунь столунть великсте». Это означает «он снял суп с огня». Опять же, здесь целый ряд этих родительных и винительных падежей. Опять же, пускай это вас не смущает. То есть, у нас есть огонь, над ним висит суп. И мы его снимаем с этого огня. Вот оно, это «великсте» отношение, и в нем и содержится. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим нашу любимую тему – объектное спряжение глагола. На этот раз объектом будет «ты». Да, да, именно «ты». Вот тот, кто смотрит сейчас этот видос. Оно быстро выкинул пауку. «Живо, ко мне, сюда, грязанский учись». Ну, на самом деле, этот урок будет гораздо более приятным, потому что мы будем рассматривать такое глагол, как «вечкинс» – «любить». И, соответственно, как же сказать по-эрзиански «я тебя люблю». Да, «я тебя люблю», именно «тебя». Быстро выкинул пауку и ко мне, сюда, любить. Шутка. Если что-то не понимаешь, ты, эрзианский, не выучишь. Значит, «мон», «вечк тян», «тонь». «Я тебя люблю». Здесь мы добавляем окончание «тян», «вечк тян». Пускай у вас не производится смущение из-за вот этой вот сочетания «чек» и «ты». Это нормальное явление у меня в музыке. Далее. «Сон», «вечк тянзад», «тонь». «Он тебя любит». В принципе, почему я вот выделил вот эти вот зелененькие? Потому что здесь их, в принципе, можно опустить. Потому что понятно, что если «вечк тян», то субъект «я» и «объект ты». И здесь тоже субъект «он» и «объект ты». Другого быть не может. А вот дальше, говорим дальше. «Ми» — «вечк тянзадзи» — «тонь». И «сын» — «вечк тянзи». Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что два вот этих местонения требуют к себе вот такой вот формы. «Вечк тянзи». Поэтому, если у вас нету контекста, можно запутаться. Поэтому, если вам нужно сказать именно «вечк тянзи», и у вас, например, существует контекст, вы обязательно ставьте «ми» и «сын», потому что, иначе будет непонятно, кто кого взял. То ли мы, то ли они. Но это все равно, что, например... Рассмотрим дальше как раз-таки этот вопрос. Дальше вы увидите все это. Значит, дальше рассмотрим, как же оно будет в прошедшем времени. Ну, рассмотрим такой глагол, как «соемс» — «брать». И давайте рассмотрим. «Мон саэтьин тонь» — «я тебя взял». Опять же, здесь у нас выделяется зелененький. То есть у нас оно... Можно его опустить спокойно. Дальше. «Сон саэтьиз тонь» — «он тебя взял». А вот дальше. «Минь саэтьиз тонь» и «сын саэтьиз тонь». Опять же, для «минь и сын» форма одинаковая. И смотрите, как это будет выглядеть, если мы, допустим, просто скажем «соэтьиз». Это будет просто означать «взяли». Кто кого взяли, то ли мы тебя взяли, то ли они взяли и так далее. Непонятно. И более того, непонятно, взяли ли тебя. Потому что если у нас много, к кому мы обращаемся, например, «вас взяли», то в таком случае у нас тоже такая же форма в этой проблеме. Мы это еще рассмотрим далее. И давайте рассмотрим теперь несколько примеров, где вот эта форма саэтьиз очень активно употребляется. Итак, первый пример. Орма саэтьиз – «ты заболел». Как это понять? «Болезнь» — это слово означает «болезнь». «Тебя взяла». То есть по-азиански это будет означать «я заболел». Или, соответственно, если ты не заболел, то тогда надо сказать «Орма эзинзить сае». Эзинзить – это как раз таки, вот опять же, вспоминаем предыдущие уроки. Эзин плюс вот это окончание. Эзинзить сае. То есть болезнь тебя не взяла. Вот как-то так. Итак, друзья, дальше будут диалоги. Пожалуйста, смотрите их. Не забывайте, потому что это очень важно воспринимать в себя эрзианский говорильный. Не просто там, что-то на доске там пришло, рассказываю, а именно то, как он звучит в действительности. До встречи. Молмарин, кто-то укрепит ялго мартон. Ну, если я укрепит мартонзо, то я не заберет. Мизи листь мартонзо. Панжуковань консвеки икси-чисты, сон листью куду стонок, а пока что калтва паралома, не листикелен за. Свинь, учустий сэнзо. Не истинбольный тясо. Полиция здесь, мизи, яхтийте паралотень мартон. Истя, кундысо. Субтитры подогнал «Симон»